По уточненным данным, почти 80 человек погибли в результате техногенной катастрофы в порту столицы Ливана. Свыше 4000 ранены. Как сообщается, взорвались хранившиеся на складе несколько тысяч тонн аммиачной селитры. Мощность детонации была такова, как если бы произошло землетрясение магнитудой 3,5. Это сообщает АССР и этот пресс со ссылкой на немецких экспертов. Власти уже сообщили, что этот химикат долгое время хранился в порту без соблюдения мер безопасности. Больницы берут и переполнены, медики не справляются с наплывом раненых. Президент Ливана Мишель Аун объявил в стране трехдневный траур. Но я знавал, что такое взрывы автомобилей, как это выглядит. Тогда дым черный, а тут поднялось облако белорозового цвета огромных размеров. Похоже на то, как клубится вулкан при извержении. Мы такого ни тут, ни вообще в Ливане не видели никогда. Это страшное событие впервые произошло в стране. Для ликвидации последствий катастрофы правительство намерено выделить почти 70 миллионов долларов. Мы не будем скрывать именно тех, кто ответственен за происходящее. Те, чьи действия привели к подобному бедствию, заплатят за это. Это обещание я даю в память о погибших и с мыслью о пострадавших. Премьер Диаб подчеркнул, что селитра была конфискована и хранилась в порту более шести лет. Ну а что сказать, это ад, ад для Ливана. Надеюсь, что Аллах нам поможет. Одной из первых стран, предложивших гуманитарную медицинскую помощь Ливану, стал Израиль. По дипломатическим каналам Тель-Авив сообщил, что готов также принять пострадавших на лечение. Взрыв аммиачной селитры был причиной техногенной катастрофы во Франции в 2001 году на заводе в Тулузе. Детонация этого химиката привела к аварии с жертвами на химкомбинате в США 7 лет назад.